Да я запросто в школе занятия прогуливаю. Вот недавно прогулял, а мне за это ничего не было. Нет, это не колдовство. Я колдовать не умею. А вот сочинить классную историю, конечно же, смогу. Конечно, она поверила. Я часто учительницу обманываю. Да, 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 да. Ну вот, опять ничего не убрал. Тихо ты! С кем это ты? Ну, родители, они ж ничего не знают. Да, у нас в классе я самый сильный. Бублик! Я бы с ней тоже дружить не стал. С тобой? Конечно, буду дружить. Потому что с тобой интересно и весело. Ладно, пока. Чего ты пристаешь? Решаешь с другом разговаривать. А кто этот друг? Я его знаю? Колдунья из сказки. Она в год петуха усыпила всех. И забрала у петушка и голос, и золотой репешок. Представляешь? Сама позвонила. Хочет со мной дружить. Так ведь она не добрая, страшная, столько дел натворила. Это она такой притворялась. Чтобы всем было весело. Да уж, с нею обхохочешься. Бублик нельзя доверять тем, кого ты не знаешь. Мало ли, что у них на уме. Я понял. Ты, Бусинка, просто завидуешь, что колдунья не тебе, а мне позвонила и дружить предложила. Все, ты мне больше не друг. Бублик! Бублик, подожди! Здравствуйте, ребятишки! Я очень рад нашей новой встрече. Хм, а где же Бусинка и Бублик? Они давно должны были прийти. Ну, пока мы их ждем, я расскажу вам о новогоднем празднике и как его отмечают в разных странах. Начнем? Ну, давайте с Италии. В Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. Представляете, вы идете, а из окна на вас летит стул и старый башмак. На новогоднем столе у итальянцев обязательно будут орехи, чечевица и виноград. Символы долголетия, здоровья и благополучия. А в Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи Хобби Хорс, Мартовский Заяц, Шалтай Болтай и другие. Всю новогоднюю ночь на улицах продают игрушки, свистульки, маски и воздушные шары. Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Вы опаздываете! Мы с ребятами устали ожидать, когда вы придете. Оправдаться вы не сможете, только если поиграете с ребятишками. Давайте, давайте, начинайте! Ребята, мы уже засиделись, столько интересного узнали. Давайте теперь с вами поиграем! Сделаем веселую зарядку, чтобы быть сильными и активными. Ну-ка, покажите мне ваши ручки. Ручки, ручки, покажите. Вижу, вижу ручки. И теперь повторяем все движения за нами. Ну-ка, руки к пяткам и к ушам. На колени и к плечам. В стороны, на пояс, вверх. А теперь веселый смех. Ну-ка, слышу! Молодцы! А чуть-чуть быстрее сможете? Давайте проверим. Ну-ка, руки к пяткам и к ушам. На колени и к плечам. В сторону, на пояс, вверх. А теперь веселый смех. Ну-ка, слышу, молодцы! А теперь приготовились к самой высокой скорости. Сможете, ребята? Я вас уверена. Ну-ка, все вместе. Руки к пяткам и к ушам. На колени и к плечам. В стороны, на пояс, вверх. А теперь веселый смех. Молодцы, ребята! Я думаю, мы теперь стали все сильными, активными и готовы дальше продолжать наше представление. По правде, сказочник, плохо, что мы опоздали. Прости. Это Бусинка виновата. Она позавидовала, что колдунья из сказки не ей, а мне позвонила и дружить предложила. Сказочник, я не завидовала. Я сказала Бублику, что опасно разговаривать с незнакомцами. Очень опасно. И еще. Взрослый человек никогда не попросит помощи у ребенка. Поэтому тем незнакомцам, которые просят вас о чем, ни в коем случае нельзя доверять. И дверь незнакомым людям никогда не открывайте. Да. А еще ключи от дома нельзя вешать на шею или на пояс. И с незнакомцами разговаривать нельзя. Правильно, Бусинка. Вообще не нужно привлекать лишнее внимание на улице. И не нужно ни с кем ссориться на улице. А лучше вообще никогда не ссориться. Ты первая начала. А ты учительницу обманывал. Это мое личное дело. Ребята, не ссорьтесь. И никогда не забывайте, что обязательно нужно соблюдать правила уличного движения и пользования транспортными средствами. Улица – это то место, где следует быть внимательным и осторожным. Но я же не на улице разговаривал с этой колдуней. Как может быть опасен кто-то в сказке? В сказке может быть опасной вот такая колдунья, какое-нибудь чудище, страшный разбойник Бармалей. А в сказочном лесу волк, например. Ты, сказочник, только напрасно пугаешь. В сказке волк совсем не опасен. Ребята, чтобы доказать Бублику его неправоту, давайте отправимся в сказку «Волк и семеро козлят». А попадем мы в нее, если произнесем волшебные слова. Новый год, волшебства не гаси, ты скорее в сказку нас отнеси. Если вы согласны нам помочь, повторите с нами эти волшебные слова. Готовы? Новый год, волшебства не гаси, ты скорее в сказку нас отнеси. Привет, котлята! А можно с вами поиграть? Конечно! Ах, тогда не забудьте пригласить всех наших друзей и ребятишек! Приглашаем! Ребята, давайте с нашими котлятами все вместе потанцуем веселый танец. Готовы повторять за нами? Тогда поехали! Вокруг себя. В другую сторону. Курочка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я же говорил, волк не опасен! Нет, волк, это тебе, малыша, козлят удалось обмануть, но мы-то с ребятами знаем, как ты пытался их похитить. Нет тебе доверия. Да-да, так и было! Ну, я стал хорошим, я исправился, я никого не обижаю. Приглашаю ребятишек и вас, козлята, и вас, бусинка с бубликом, поиграть со мной. Поиграть? А в какую игру ты будешь с нашими ребятами играть, расскажи. А поиграем в прыжки. Прыжки, ребята, слышали? Будем в прыжки играть. Ну-ка, рассказывай движение. Ну что, ребята, готовы? Тогда повторяем все за мной. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Дима! Молодцы, ребята! Ой, какая игра интересная! Да, Волк, ты большой молодец, но все равно нет тебе доверия. Это обидно слышать. Обиднее, наверное, было козлятам, которыми ты пообедал. Хорошо, что наша мама-коза вовремя пришла и спасла нас. Да-да, мама успела прийти на помощь. Да-да. А еще самый младшенький козленок спрятался и помог маме, рассказал, что случилось с ее детишками. Бублик, запомни, если бы козлята сразу поверили волку и открыли дверь, мама-коза не успела бы их спасти. Понимаешь? Нельзя забывать о безопасности. А теперь нам домой пора. Ребятки, произнесите, пожалуйста, с нами заклинание. Сказка волшебная, не обмани! Сказка, мы просим, домой нас верни! Запомнили? Тогда говорим все вместе! Сказка волшебная, не обмани! Сказка, мы просим, домой нас верни! Фух! Ребята, спасибо за помощь! А завтра я вам расскажу, как празднуют Новый год в других странах. И мы отправимся в новую сказку! Всего денек пробежит и встретимся! До завтра! Наши дорогие друзья-ребятишки! Пока-пока!